Изначально о претензиях на пост председателя заявили 6 из 28 участников, однако к моменту голосования дошла ровно половина. Каждый представил себя в трехминутном выступлении. Были рассказы о реализованных проектах, планы, а также идеи по сплачиванию коллектива, играми и другими совместными мероприятиями. В итоге 12 человек проголосовали за Олесю Чужикову из 4-й школы, еще шестеро за представителя школы номер 7, а 10 предпочли воздержаться. Новый председатель говорит, что довольна результатом, а скептиков в процессе работы планирует привлечь на свою сторону. Ну я думаю, они сами увидят, что могли бы выбрать и меня, и сделать другой выбор. Потому что работа будет очень продуктивная, ну это их право, они могли проголосовать так. Олеся участвовала в предыдущем составе ученического совета, весной даже побывала председателем. Теперь она намерена продвигать идеи юных анапчан на уровне края, уверена, что им есть что предложить. В свою очередь, кураторы проекта считают, что большое число неопределившихся – повод, чтобы больше рассказывать потенциальным кандидатам о работе ученического совета еще до старта избирательной кампании. С самого начала ученического совета уже лидеры должны понимать, чем они занимаются. Поэтому должна проработаться система ознакомления вот этих всех нормативных моментов уже в школе. Они в момент, когда уже ребята собрались и полгода, в принципе, тратят на то, чтобы понять суть самоуправления. Немножечко внедрить в школу, чтобы заместители директоров в обстательной работе в школе, в принципе, уже прорабатывали. Ученический совет Анапы – по сути совещательный орган, куда входят лидеры школьного самоуправления. Ребята собрались, чтобы проводить различные мероприятия, а также предлагать интересные проекты. Так, руководитель спортивного сектора считает, что необходимо возродить гермейские игры, которые проходили в Древней Горгипии. В социальном секторе намерены помогать ветеранам не только по хозяйству, но и в работе с компьютерами. Культмассовый сектор займется проведением викторин, а также новогодних елок в школах.